Еще в 2012 году таких долгостроев в Самаре было больше ста. Перед их дольщиками маячили весьма туманные перспективы. Сейчас ситуация изменилась. Количество дольщиков в Самаре сократилось в пять раз. Незавершенных объектов в Самаре сейчас не больше 37. Впрочем, городские власти проблему обманутых соинвесторов с повестки дня не снимают. Застройщикам предоставляют так называемые компенсационные площадки. Взамен бизнесмены решают наболевший квартирный вопрос дольщиков. Сегодня дополнительно определены пять участков. В основном площадки у нас сформированы в Кубежском районе. Это в районе улицы Белорусской и Центральной. Получадки разные. От 5000 квадратных метров до 50. В любом случае, эти площадки все находятся либо внутри застроенных территорий, либо соседствуют с ними. Поэтому для развития они достаточно интересны. Там можно было бы и проекты компенсационной застройки осуществить. В этом году планируют обеспечить долгожданными квартирами дольщиков восьми домов. Перед застройщиками Самары вообще стоят амбициозные задачи – строить больше и лучше. В этом году запланировано возвести 900 тысяч квадратных метров жилья. Для того, чтобы этот процесс шел без сучка и задоринки, в городском департаменте градостроительства подготовили ряд изменений в правила застройки землепользования. Предлагается первые этажи зданий отдавать под размещение детских садов и увеличивать число парковочных мест. Мы на сегодняшний день подготовили блок внесения изменений в правила землепользования застройки. Опять же, с Олег Борисовичем Фурсом мы эту тему обсуждали и, в общем-то, пришли к мнению, что он прав, что нужно увеличивать количество парковочных мест на одну квартиру. Поэтому у нас те изменения, которые в правила будут внесены, будут предусматривать полтора парковочных места на одну квартиру. Поправки в правила застройки землепользования вступят в силу не позднее июля. Это значит, что все проекты, которые будут утверждены после этого срока, должны адаптировать под новые условия. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События.